Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами был Двинес, и мы дальше продолжаем играть Драматическое Убийство, и это у нас хорошая концовочка с Минком, ну, конечно же, мы за один видосик не пройдём, но за два, я думаю, всё будет готово, но самое интересное то, что мы не знаем, что тут будет, и вообще это, можно так сказать, для нас новая штука, потому что он уехал куда-то, и, не знаю, должно быть, как с Нойзом, что-то вот такое вот, так, вот такое вот, что-то новое, потому что он уехал в какую-то там деревню под названием Украина, да, или типа, или типа такого. Ладно, шутки шутками, но поехали, и да, друзья, у нас давно серии не было, почему, потому что, ну, перевод, конечно, у нас был, но два-три дня я не мог записать, потому что дела были, и вообще, честно говоря, такое настроение на запись не было никакого, мы там то стримим, то ещё что-нибудь, вот, и я хотел бы сказать, у нас есть в группе тема, и если вы хотите посоветовать какую-то игруху или типа такого, посоветуйте, потому что у нас, как вы видите, на канале ничего нету. Я взял пиксельную игру, но эту пиксельную игру я не захотел проходить далее, потому что, почему? Потому что она, честно говоря, под конец, ну, вообще сдулась, она, ну, вообще просто говно оказалась, поэтому я поудалял там всё, мы прошли уже давным-давно. И вот, я хочу сказать, что, может, вы знаете какую-то Яойну, может, вы знаете какую-то новеллу, напишите в группу ВКонтакте, у нас есть там в теме, не пишите в личке и тому подобное, потому что в личку я не читаю даже, потому что, честно говоря, там много бывает просто людей, которые просто приходят и поговорить хотят, но, да, я в ВКонтакте так не сижу. На стримы приходите, пожалуйста, пообщаемся. Я хочу увидеть Минка, что происходит в его мыслях, я хочу знать, что он чувствует ко мне. Конечно, опять же, спасибо большое, а мы ванчендарю, или как он там говорил, спасибо, опять же, Кузькиному Хвосту за переводик, это очень приятно, но, я думаю, мы по-любому ВКонтакте должны всё-таки весь пройти. Так, разве ты не тот, кто решает, что ты будешь делать, или, возможно, ты такой дед, который хочет, чтобы всё решали за него, вот, я решил это для себя. Я хочу пойти за ним, вот, как вы помните, я хочу после этого пойти за ним всё-таки, вот. И вот тут что-то должно быть вообще новое По идее мы должны куда-то в другое место пойти Или нет Минк где-то здесь Я просто знаю это Так что я пойду искать его Я не знам себя пока у меня не будет доказательств того Что я не могу понять Минка Он определенно жив Да, вот мы думали, что он умер Там завалилось все А он каким-то образом живой И там где-то лазил И тут опять же нам вообще ничего не показали Вообще Мои изменения, конечно, дались Мне гораздо близне, чем я ожидал Мы просто его нашли и все И концовка У меня не было никаких предположений Относительно того, где я могу искать Или как вообще найти его Единственное место, которое я знал Это то место, которому Минк был глубоко привязан Место, которое я видел Когда использовал на нем скраб Огромная равнина Откуда той забрал весь его клан Вы можете также написать Про какие игры вы хотели бы увидеть на канале И сообщить Ну тут вот В комментариях В ютубе Но, честно говоря Ну это как вы хотите Напишите либо там, либо тут Потому что комментарии я читаю Что там, что тут Я захожу, просматриваю Но практически все классные игрухи Пиксели и тому подобное Они все на английском И как бы это тяжело переводить Особенно когда люди Не лайкают И когда не смотрят толком Для какой-то основной части аудитории В той серии говорил Типа каким образом он вообще его нашел Как он его нашел Если Ну там вообще ни зацепки Ничего не было Просто он искал Искал И нашел просто А вот тут наверное все это расскажут То я говорил Что у его родственников Есть медицинские травы С помощью которых Они могут манипулировать Ароматом Абсолютно вера в их бога Также я поискал сети профессионалов И нашел несколько антикварных Книжных магазинов После Книжных магазинов Где я искал тесты Тексты о других странах Наверное Из-за вмешательства той Я не нашел никакой стоящей информации О семье Минка Все что нашел Были слухи Хотя я не нашел ничего Во мне крепла решимость Отправиться в путешествие Из Мидораджимы Если я не смог ничего найти здесь Значит мне просто Надо копать глубже Я ни разу не подумал Что возможно Минка больше нет в этом мире Да, но Он все таки жив Ну как во всех Хороших концовках Он определенно здесь Веря в это Я отправился в далекие страны Вот мне интересно Кроме Мидораджимы Будет что-то тут Или нет Отель у нас был Но он тоже на Мидораджиме был Ни Германии мы не видели Ничего Вот мы улетаем Сейчас платина тюрьма открыта Полет занял 10 часов И потом еще час На внутреннем рейсе Я наконец-то достиг Той страны Которая Так же отличалась от Японии Как день от ночи Место было столь огромным Что у меня захватило дух Так Температура на Мидораджиме Всегда была около нуля Так что даже воздух Здесь чувствовался Слишком сухим Это логично Что страна Минка Будет такой Но я почувствовал Что не понимал Насколько это большая страна Неужели мы где-то В другом месте И вот это на самом деле Круто Кстати да Еще я хотел бы сказать Что некоторые игры От Nitro и Chiral Переводятся на английском языке Что очень классно И одна из этих игр После вот этой игры вышла И она называется Как-то то Тона Или то Торонто Или то Что-то типа такого Короче Типа Доки Доки Там где Все то же самое И с двумя девочками Мы встречаемся И там начинается Какой-то дикий Просто Ваханалий И я думаю Что когда-то Мы тоже ее пройдем Наверное тоже Может быть Кукинга хвоста Будем просить Или кого Я даже не знаю Лесомори у нас тоже Переводила Может быть И она бы помогала Как-то вдвоем Было бы круто Но это если Они захотят Это опять же Все вот так вот Вы поддерживаете Главное Там пишите Спасибо Там я не знаю Хоть что-то Пишите Вот Еще в донатике Будем потихонечку Собирать Ну хоть какие-то Там эти Ладно Да Даже так Я не мог вернуться Назад Минк Это вообще Самый тут Сложный персонаж Но говорят Что без него Ну никак Просто Когда я уехал В ближайший Аэропорт Город Ближайший К аэропорту Город Я сказал себе Что не могу Позволить себе Остановиться И стал спрашивать Все вокруг О его племени Для перевода У меня был Ренек Коммуникатор Так что Это был И английский И японский Ну типа Что было Не имело значения Японский И английский Или не должно было Иметь значения По какой-то причине Мои слова Никогда не доходили до них Поэтому мне пришлось Объясняться жестами Я почему говорю Почему Минг Такой типа Неинтересный Да и люди Не смотрят его Но все равно Вот хоть что-то новое Довольно Интересно Наверное Но люди кажется Понимали Когда я описывал Особенности места Так что Стало очевидно Что перевод Довольно понятен Ах Я кажется Понимаю теперь Как огромен мир Верно Рен Да Когда из своего Мухосранска Выезжаешь Сразу Как бы Понимаешь Что не только Твой город Есть в мире Даже если его Удобно Использовать Но все же Довольно далеко От идеала Это типа Переводчики Которым он пользуется А да Но нам надо Продолжать пытаться Продолжать пытаться Найти Минка Давайте уже найдем его А он сейчас окажется Что это в Ламэнто Лазь где-нибудь Там в этом мире В первый день Я устал После нашего перелета Поэтому ничего не нашел Вот Вот наконец-то Ты читаешь И вот уже понимаешь Что ты в другом месте И это уже реально круто Я пошел в какой-то Кромешный магазин Этой ночью И купил Немного конфет С которым Прилагалась Головоломка И немного воды А потом переночевал В каком-то дешевом отеле Конфеты Ночью Нормально Нет Чтобы колбасы Ромена Там и там Подобное Сделать себе Покушать Этой ночью Было безумно холодно И просто кошмарно Так Ммм Наступило утро Я продолжил поиски Где он вообще лазит Но все Все были так холодные Злые И уходили прочь Словно я был Каким-то бандитом Я слышал что-то Что было похоже на Минка Но оказывалось Что это был Кто-то другой Или это была Абсолютная ложь Случись Случилось много всего И когда в Москву приехал То же самое Я думал Что на меня думают Я думал Люди в районе Старых поселенцев Были отстойными Ужасными Но они были почти святыми Это место Было Полно животной ярости В обмане Обмана В отличии от мира Дараджимы Я понял Что не знаю ничего О мире вокруг меня И брось И бродил из города В город в поисках Минка Но все было Не так уж плохо Через месяц Или около того Атмосфера стала меняться Наверное потому Что здесь была Редкостью появления Иностранца Я стал привыкать Приходить новые места Когда я посетил деревню Они приняли меня Не моргнув и глазом Я даже придерживался Их правил И жизненных укладов Интересно Что там за правила Какие уклады Когда я впервые Ступил на эту землю Это было ужасно Но постепенно Все стало меняться Да где же этот Минк Давайте Минка Быстрее мы найдем Пофиг на этих людей Которые тут живут Нам Минк важен Люди здесь Были честны с собой Решали все для себя Добро есть добро Зло есть зло Воростой насилие Было распространено Но люди говорили Что думали И никогда не скрывали Своих чувств Не было разделения На богатых Бедных Они придерживались Своих убеждений Что ж там за Это Город или страна Возможно я выглядел Для них не как Перепроклюнувшее Яйцо Когда приехал К ним Проклюнувшее Что Так Не опервывшийся Птенец Не опервывшийся Птенец Совершающий Свои первые шаги У меня было расплывчато Ощущение Что здесь Минк Вырос Я знал Точно Точно ли Это самое то место Но мне Но тем не менее Оказалось что это так Хм Интересно Это было однажды утром Я слышал что Кто то видел человека Напоминающего Минка Я вернулся В первый город Который посетил Почему то Мой знакомый Откликнул меня Он сказал что видел В баре соседнего человека Человека Такого же роста Как я описывал С ним была большая птица Птеродактиль Я немедленно отправился туда Я наконец то увижу его Мое сердце было готово Взорваться от предвкушения Но жизнь так несправедлива Мне кажется что за первую серию Мы хрен найдем этого Минка Там не было никого Кто бы выглядел так же Как Минк Минк Когда я спрашивал посетителей Я понял что он здесь Но кажется он ушел За другую За минуту До того как Добраться сюда Я метнулся вон из бара И стал искать по улицам Но он исчез Почти как призрак Я не смог найти его нигде Он куда то попал Снова Не было никакой информации По которой я смог бы найти его Когда Когда я преследовал Его он исчезал Он словно всегда был На шаг впереди меня Чтобы всегда избегать меня Зачем Вот это мы узнаем Наверное Вот реально Когда проходишь Основную часть Ни хрена не понимаешь Что тут более раскрыто И это бы надо было вставить В основную игру И было бы все классно Ладно Но это только укрепило Мою уверенность еще больше Минк жив И он здесь Но я не видел его Если я его не видел То это означает Что его может быть и нет Пока не увидишь Не узнаешь Как в чайках У него не было Никакого намерения Видеть меня После того как он Распустил свою команду Скрач Но это не значит Что я должен сдаться После того как зашел Настолько далеко Поскольку я знал Что Минк здесь У меня не было страха Я без устали Преследовал его У меня была безосновательная Уверенность Я увижу его Я уверен Увидим Конечно же Итак Я преследовал Минка И охотился за любыми Упоминаниями о нем А потом я нашел Это место Обгоревший лес Который я видел В прошлом Минка Опа Ча Вот сейчас мы И за лес Увидим Ну господи Ну это уже точно Ламента какой-то Густая зелень Покрывала его Но эти раны Прошлого бы Болезни набросались в глаза Сколько времени Уйдет на то Чтобы Подожди Подожди Так Ага Вот Сколько времени Уйдет на то Чтобы все Это выросло И покрыло Эти шрамы Моя грудь болела От этой мысли Это то что испытал Минк Не я Но нет Это даже больше Видеть этот лес Живущий одновременно В прошлом Будущем Как-то грустно Я прищурился Когда легкий Бризк Бризк Подул сквозь листья И в этот момент В этот миг Прямо сейчас Я только что Что-то видел Фигура Которую я знаю Спина Которую я знаю Походку Которую я знаю Член Которую я знаю Да Уверен Что это был Он Типа да Среди деревьев А оба Да Это был Минк Я побежал Без всяких мыслей В своей голове Грязь летела Рассыпалась И разбрызгивалась В разные стороны Я бежал Под тенью дерева Я бежал Забыв даже дышать Густой лес Принимал меня С неожиданной добротой Фигура Которую я искал Не было видно Куда же он пошел В какую сторону Я не имел понятия Но Он определенно пошел сюда То что я искал Это Сейчас мы увидим его Как мы видели там Да На высоте Какой-то Или Как это называется Ну Блин Как это называется Задыхаясь Я остановился Когда лес закончился Передо мной Открылась картина Я лишился дара речи Это же Этот пейзаж Я понял что стою Не дыша Глобоко вдохну Тяжело дыша Я понял голову Вот это место Да И там Удивительно Давайте посмотрим Подожди Красиво конечно Ветер задувал Мои волосы вперед Почти мурлыча Что-то мне Бесконечная красная земля Покрытая густым Зеленым лесом Встречался Скалистыми горами Утреннее сияние Освещало небо Пейзаж Почти как на картинке Предстал передо мной Холодный воздух Отличался от воздуха Деревень Городов Где я бывал Он чистым Почти Он чистым Почти морозным Я наконец-то добрался сюда А потом И вот мы Должны Вот он Минг С распущенными Своими волосами Который вообще Не похож на себя Человек За которым За которым Которого я всегда искал Цел передо мной Слов фантом И я наконец-то Нашел его Я в конце концов Поймал его Он медленно Повернулся Ко мне Да услышал мои шаги Он потом прыгнул С обрыва И такой Ха это пранк Броу И упал И умер Да Птица Минка Сидевшая на его руке Захлопала крыльями И взлетела в небо Я наконец-то нашел его После всех этих Долгих поисков Но дело было Не только в этом Минг Наверное Вышел Ко мне Наверное Он полагаю Мог бы назвать это Выходом из терпения Или просто Каким шоком Но это не важно Я хотел увидеть его И победил в игре На выносливость Наверное Победить его Даже было подвигом А вот Следующее Вообще Мы ничего не знаем И вот с этого Самое интересное Я смотрел на его Изменившийся облик И мои глаза Стало жечь Зрение стало размытым Я сдерживал слезы Пока бежал за ним Я прошел Чтобы кое-что сказать ему Что его жизнь Не закончена Что это только Начало новой жизни Сапоги такие Ковбойские Минг Влеком и мягким Ветерком Знакомый запах Попал в мой нос Он все такой Да нет Ты ошибся Это не я На самом деле Я просто похож на него Я оба такой Ну ладно И ушел Бэдэнд Это музыка Ладно Знакомый запах корицы Я плакал Переполнил Минг Ну хватит пукать Корицы Пожалуйста Типа корицы Типа булочка с корицей Но к Минку Не подходит Булочка с корицей Булочка это скорее Аоба Которую все пытаются Откусить Я плакал Переполненные эмоциями Когда я потянулся К Минку Я все еще чувствовал Что готов взорваться Или разреветься Просто взглянув На его лицо Он выглядел другим Показать всю силу Аллах Акбара Он хотел Его одежда Его волосы Цвет глаз Обычные глаза Были темно-голубыми Но сейчас они золотые Как и цвет его волос И в них теплая грусть Его глаза пленили меня Когда взглянул в них Я на секунду засомневался Не другой ли это человек Вот как я и говорил Но это определенный Минк Здесь не может быть ошибки Да подойди ты уже и спроси Он не говорил ни слова Молча смотрел на меня И говорил Что ебанутый Что ты тут делаешь Его глаза не принимали И не отталкивали меня Просто смотрели Холодным безэмоциональным взглядом Одинокий Тихий Умиротворенный от того Что все закончилось Вот каким он выглядел Вот Да Он не был подавляющим Но неожиданно отвел взгляд Чувствую беспокойства Я не был напуган Или что-то в этом роде Я просто был Мысленно напряжен Снова увидев Минка О чем он сейчас думает Что происходит в его голове Я хочу знать Если честно Это немного страшно Это чувство было даже Сильнее моего счастья Когда я наконец-то увидел его Чувства которых Я даже не мог понять Смешались во мне Когда я услышал над головой Звук хлопания крыльев Знакомая огромная птица Опустилась вниз И уселась на плечо Минка Опа Зачем ты пришел Господи Как же он вообще Не похож на себя Какое-то лицо То ли худое стало лицо То ли я не знаю Или это из-за прически Его слова стали Для меня полнейшим шоком Это заставило меня Задаться вопросом После того как я Так далеко зашел Чтобы увидеть его снова Но в то же время Я ожидал что он спросит Что-то в этом духе Не имею значения Сколько я спрашивал себя об этом Ответ был только один Реальным намерением Минка было Горло сжалось И слова полились Из моего рта Я хотел Видеть тебя Я думал об этом Все время Пока добирался сюда Но Все же ужасно Говорить Это прямо Минк просто задрал бровь И посмотрел на меня Я больше не боюсь Я чувствую себя спокойно Но Почему мне так тяжело дышать Взгляд Минка Опустил вниз к ногам И затем вновь вернулся Ко мне После небольшой паузы Возвращайся домой Прямо сейчас Нормально Его один Прямой удар В мое сердце Но это не было неожиданно Потому что Может он так и чувствует Возможно Он снова отвергает меня После того как мы увидели Друг друга Страх кольнул меня Острым копьем Я приготовился Пострел прямо в глаза Минка Толкни его с обрыва Чтоб он не охеревал так Нет Ты ведь Показался здесь Потому что Хотел видеть меня Не так ли Я продолжал искать Любые упоминания о тебе Но ты все равно Как-то ускользал Ты делал это Потому что Не хотел видеть меня Я Ветер гулял по чистому небу И дул широкую спину Минка Он обрался волосами Минка Пока я собирал решимость Свой кулак В кулаках А после того как мы расстались В овальной башне После того как она разрушилась Я никогда не видел Что ты умер Не только я Все ребята из Крача тоже Все время что ты жив Ты не мог Жив что ты не мог умереть Я думал почему я так страдал Когда мы были вместе В платиновой тюрьме Я совсем не понимал О чем ты думаешь Но Но Я понял Когда вернулся В район старых поселинцев О чем ты думал Ты с самого начала Спланировал Чтобы никто Кроме тебя Не умер Ты стал бессердечным Для того чтобы Осуществить Свой план Господи Что там на улице У меня Ужас какой-то Друзья Вы слушаете Бумер Какой-то Хер проезжал И у него музыка С бумера играла Такая Сейчас Сейчас еще не хватало бы Демон Не знаю Слышите вы или нет Но я пиздец Как слышу Меня аж прям заглушает Ладно Ты стал бессердечным Для того чтобы Осуществить Свой план Но все равно Хотел Всех свести Все Хотел урон Короче к минимуму свести К тому моменту Как я понял это Ты уже исчез После этого Мои чувства Стали беспорядочными И Они все накапливались Я хотел узнать О тебе больше А потом я захотел Увидеть тебя Ты же сказал мне Это верно Что 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 бы я ни делал Это мое решение Я не хотел скрапа Я не хотел его использовать Но в конце концов Это Часть меня Я решил все для себя Я не могу ничего сделать Если буду отвергать Сам себя Я не смогу Убегаться вперед Если не приму этого Я смог сделать это Благодаря тому Что ты сказал мне Весь реконекция Стоит конечно Из драмы Но это тоже неплохо Ты принял ту судьбу Которая тебе была уготована И шел вперед По этому пути Поэтому я хотел Идти по собственному пути Как это делал ты Это немного успокаивало меня Внутри меня Есть что-то вроде Еще одной личности Источник скрапа Мы боролись друг с другом Но сейчас он стих Я думаю Ты немного Немного замечал его Да В плохой концов Я замечал его Минк смотрел на меня Не произнеся ни слова И хотел сказать Ты что блядь дурак Я не видел ни намека На отрицание в его глазах Но как я и думал Я пожалел о том Что отпустил тебя одного Кто я Я знал Что даже если Попытаюсь тебя остановить То все равно Да что ж там такое Это ем мое Ну Это издевательство какое-то Секундочку Это какой-то ужас Так друзья Сейчас получше Ложено слышно быть Потому что меня тоже заглушает Я сам не слышу Ни музыки Ни хрена Так я знаю Что если бы я попытался Себя остановить То все равно Ты пошел бы Это был путь Который ты выбрал Вот Но все равно ужасно Сожалел Я не мог забыть тебя И когда я вернулся В район старых поселенцев Все о чем я мог думать Это Подожди Это тоже Да Это тебе короче Здесь я остановился Посмотрев в глаза Минку Поэтому я пришел сюда Чтобы увидеть тебя Я был уверен Что ты здесь Даже если это было Только догадки У меня не было никаких Оснований для них Но правда в том Что я очень сильно Очень сильно Я хотел тебя увидеть Я хотел увидеть тебя Обостоятельно Поговори с тобой Выслушав И выслушать тебя Каждая каждое слово Целое сердце Я пострел в глаза Минка Я не хотел снова Позволять ему уйти Я не хотел уходить сам Все что я имел ввиду Под своими словами Мин просто молча Смотрел на меня Как и ожидал А потом упустил взгляд И тихо вздохнул Ты все еще Полнейший глупец Каким он был всегда Я не знал Как принимать слова Минка И Минк шагнул вперед Он проскользнул Мимо меня Шагая по янтарной земле Минк Я позвал его по имени Не думая Что он может Оставить меня И оглянулся назад Следуй за мной Его слова Долетели до меня С сильным порывом ветра Кажется Тучи наконец-то Развеялись Я не знаю Как он ответит На то что я сказал Но Он сказал Не следовать за ним Я одно Только это Сделало меня Достаточно счастливым Сейчас он и лес Наверное покажет Расскажет Господи Пол серии Тупо как Мы только добирались К нему Я шел по лесу И следую за его Большими шагами А Тори сидел На его плече Его длинные волосы Развивались на ветру Они были золотыми Словно отражали свет Я следил за собой Пока мы не поднимались Пока мы поднимались Вверх И горам И следовал Заминкам С большими надеждами В груди И что же мы Там увидим О Деревушка Это походу Его дом Нифига себе Он тут обустроился Когда мы выбрались Из леса Перед нами Возник одноэтажный Деревянный домик Интересно Ну хотя В принципе Вряд ли С районом Там что-то будет Другое Ну из локации Или это Казалось Он случайно Там оказался Он стоял Уединенный Среди зелени Ну теперь понятно Где оба будут шпехать Он оказался Большим и крепким Я видел Что он был построен С заботой Ну Это ж Минк строил Наверное Минк остановился Перед входом Молча открыл дверь Это 100% старый дом Какой-то В который он мог бы В любой момент Прийти Да Снова начав дышать Нормально Я вошел внутрь Ух ты Как уютно Ну все Теплый воздух Коснулся моей кожи Заставив меня Облегченно выдохнуть Внутри был камин От которого шел Слабый треск Горячего В очаге дерева Пол был подкрыт тканью С необычным узором В комнате было Что-то вроде Маленького алтаря Молдился Молдился Летый на ночь Дэс домоне Когда я видел его Я вспомнил Как мы с Минком Впервые встретились Это не было На самом деле встречей Но Да офигенно Вы встретились там Его комната Когда меня привели В то здание В северном районе Когда он там Башку одному чуваку Сломал там С одного удара Убил его Там тоже было Что-то вроде алтаря Так вот Где живет Минк Может он здесь жил изначально Он кажется Кажется большим Для Для человека Который живет один Может тут есть кто-то еще Да Любовница Или Баба Зина Оглядевшись Я медленно выдохнул Запах витавшего в воздухе Эта комната Напоминает мне Чем-то комнату Она настолько уютная Как помните Короче Либо в хорроре В каком-то Либо В лонгдарке Когда мы куда-то приходили Вот не знаю почему Что-то так кажется Деревянный дом полностью Всегда кажется Такое вот Уютное место Где-то жить вдали от всех Это тоже круто Мне кажется Здесь Немного пахнет корицей Как от Минка Но Этот запах немного другой Он смешан с другими запахами Запах дома Странно расслабляющий Присаживайся куда-нибудь Ну На бутылочку там Или на член на мой Сказал Минк Не оборачиваясь И пошел на кухню Чувствую себя Словно во сне Я проводил взглядом В его спину И сел на диван Убрав с нее толстый Палантин Штука Палантин Тори прилетел из кухни И сел на спинку Стула передо мной Он все еще Выглядел впечатляюще Как всегда Тори стал чистить Пёрышки клювом Потом неожиданно Повернулся ко мне Давно не виделись А оба Да Привет Metal Gear Solid Привет Dead Stranding Кодзима Его низкий спокойный голос Разнесся по комнате Его тон был немного другим Совсем немного Более мягким Рен в порядке Я открыл сумку Стоявшую на моих коленях И синий комочек меха Высунул свою голову Я здесь В итоге тебя починили? Тори возможно говорит О USB карте Которую Минг поставил в Рена Рен был совершенно без сознания Так что я поспешил Починить его Да Это новая модель Это лишь новое тело Единственное Что было заменено iChip Интеллект Короче Ну Искусственный интеллект Ты имеешь ввиду iChip был извлечен Из того байка? Да Я также получил новое имя Вместе с новым телом И имя? Лулакан Везде пишут по-разному Где-то я видела Руракан Где-то Хуракан А тут Лулакан Лулакан Что это значит? Кажется Это бог Который управляет ветром Нифига себе Аватар Пересмотрели Минг дал тебе его? Да Это хорошее имя Определенно Это хорошее имя А как его перед этим звали? Я не помню Даже сейчас А Тори его звали Он все еще меня зовет Эй ты Тори Эй или ты Или Тори короче Но мне нравится Что у меня есть новое имя Тори Ну Тори мне кажется Как-то получше звучит Хотя херово знает Голос Тори звучал Немного горделиво Минг дал ему имя Можно сказать Что это означает Что в Минке Что-то поменялось Я хочу знать Заметив это мельком Я хочу знать Все больше и больше Мне кажется Минг поменялся В том плане Что он не хочет Теперь умирать И наверное Освободился от этого Но он расскажет нам Я услышал звук Идущий из кухни И появился Минг С двумя чашками Он поставил Одну чашку На стол И от нее Поднялся запах кофе Минг подтянул К себе стул Сел рядом со мной Держа белую чашку В руках Он не смотрел В мою сторону Тори захлопал крыльями И перетел На плече Минка Кружка Минка Была потертая Наверное Это та кружка Которую он обычно использует Та что на столе Выглядела относительно новой Да со своим Со своим ретро дизайном Наверное Его вытянули Из кучи Обычно неиспользуемых вещей Спасибо Минг быстро Вглянул на меня Снова отвел Потом снова отвел Взгляд в другую сторону Время шло Никто из нас Не говорил мне слова Не хочет смотреть в мою сторону Это немного больно Не в состоянии Придумать тем Для разговора Я приделал к себе Чашку со стола Я поднял ее Кофе исходил паром И я сделал глоток Он немного сладкий Возможно там есть Немного сахара Фуууу, сладкий кофе, кохве Не люблю, не знаю, сладкий кохве Обычно я пью кохве без сахара, но это не важно Оно легче пьется, когда немного подслащен, я полагаю Добавление сахара в напиток чувствовалось как проявление какой-то заботы от Минка Так что атмосфера стала намного более расслабленной Два-три гладка кофе, и я медленно прокатывался вниз по моему горлу Кофе был вкусный, он делал его лучше, чем я Но тишина все еще остро висит между нами Мне стало неловко И я стал смотреть на янтарное цвета Кофе, держа его в обеих руках Действительно ли было хорошей идеей Приехать сюда, в конце концов Да, ты сейчас об этом думай Да, вот когда ты уже приехал, когда ты уже все сделал Я так, я стал думать об этом Кто далеко зашел, чтобы найти это место Да, у нас, друзья, серия эта будет подлиннее, чем обычная Потому что 25 страниц И, как бы, я уже вижу, что 27 минут Мы уже записали, по идее, да Ладно, моя голова дернулась на звук И его низкого голоса Ну, зато вы не будете, вы так долго ждали, да В итоге получите побыстрее и побольше То есть, ну, побольше, короче Минг все еще смотрел в другую сторону Сделал глоток из своей чашки кофе Да, и, кстати, будет стрим после видосика Я думаю на, фу, блин, на ЦК Так что приходите, если кто смотрит Там сейчас мы вообще на самом интересном застряли Это немного успокоило меня Достаточно для того, чтобы выглядеть спокойным снаружи Это словно наблюдать за тем Как какой-то ужасный зверь мирно спит Удивительно, правда Я говорил, просто, ну ты Прежде, ну ты просто идиот Мне все равно пусть я идиот Я просто хотел увидеть тебя Ты пришел сюда, чтобы я снова ударил тебя Нормально Минг повернул ко мне свою голову Дал кофе и потом, типа, я ударил тебя Минг повернул ко мне свою голову И его взгляд пронзил меня Это напомнило мне его прежнего И мое тело напряглось в ответ Ну, я выдохнул, убрал руки от кружки И положил их на колени Минг не такой, как раньше Он делает это нарочно Конечно, я прошел этот весь путь ради Минка Но по другим Подожди И по другим причинам Мне не нравится, когда меня бьют Но ты же не будешь делать этого без причины, верно? Теперь тебе нет причин бить меня Тут, что ты раздражающий засранец Не считается причиной Ты, так какая задница Что, ударишь меня просто по глупой причине? Типа, просто так, да? Минг замолчал Ответив, я медленно выдохнул Так, чтобы он не заметил Я сказал так, что он не смог ничего возразить Но руки на моих коленях слегка вспотели Я думал о том, чтобы покинуть На какое-то время это место Когда узнал, что ты приехал Э? Почему? Нормально Я у причин, полагаю, что он не хотел видеть меня Но полагаю, теперь, когда мы встретились, это не так Не желая больше задавать вопросов От беспокойства, я заговорил, стараясь сменить тему Это твой дом? Да Он всегда был в этом месте Я построил его, когда... Кто и покинул это место? Серьезно? Это место? Он что, тут тоже жил, что ли? Ты живешь один? Да После того, как он ответил, я огляделся Он довольно большой, чтобы жить одному Минк Может так и не думать, но он кажется немного одиноким Ты всегда был здесь, с тех пор, как сбежал из башни Да Почему? Знаете, мне кажется, что я понял, почему Не хотели ДУ таким длинным делать Потому что, когда Ламэнто сделали Может быть, они поняли, что... Ну, свою ошибку, что они слишком затянуто сделали И не сделали просто отдельную часть С Реконектом Это даже круто в плане того, что ты сможешь узнать, что там и как Но, правда, хотелось бы в основной игре, чтобы это все было Ну, ладно Минк, который принял решение умереть, выбрал вместо этого жизнь Мне всегда было интересно, какой путь он выберет потом Я думал, что он, возможно, снова решит умереть Но эта идея быстро исчезла Потому что, по какой-то причине я знал, что он не сделает этого И кроме этого, он был в каком-то неизвестном месте Или вернулся на родину Болезненные воспоминания, которые залегли Укоренившись сердце Минка здесь, на его родине Поэтому я думал, что он не вернется сюда Но я понял, что ему действительно некуда больше идти Он не смог отпустить свое прошлое Поэтому я понял, что он будет жить близко к нему Его жажда мести была настолько сильной, что он даже решил умереть за нее Его родина была такой же важной для него Минк молчал некоторое время, а потом заговорил Мне больше некуда пойти, я собирался умереть Но он сунул свой нос, куда не просили Поэтому у меня нет другого выбора, кроме как жить здесь Говоря это, он посмотрел на Тори Тори не заметил его, он продолжил грандиозно прочищать свои перышки Ты планировал убить Той и умереть саму по вольной башне, не так ли? Такова была твоя цель, я прав? Да Я глубоко вздохнул Я очень счастлив видеть тебя Я правда счастлив, я думал, больше никогда не увижу тебя Ты был настроен на это Достаточно, чтобы я не смог избавиться от этого даже с помощью скраба У тебя не было никакого желания жить Потому что ты был настроен умереть Ты отвергал любую надежду на жизнь изначально Есть какой-то смысл в том, что ты выбрал это место Но я попытался влезть ее в голову с этим вопросом Я готов держать пари, что он ответит Но больше чем предполагать это, я хотел, чтобы Минка ответил честно Почему ты спрашиваешь об этом? Он защудил глаза, как сделал всегда, когда интересовался чем-то И я закусил губу, глядя на Минка в напряженной тишине Я хочу знать, у меня нет других причин Я пришел сюда, чтобы узнать тебя И показался... И ты показался мне? Это не значит, что ты сейчас собираешься ответить на мои вопросы Что за глупая причина? Я никогда не говорил, что буду отвечать на твои вопросы Тогда ты с самого начала не должен был показываться мне в этом месте, наверное Тебе же на самом деле не нравится делать что-то из жалкого сострадания Или чего-то в этом роде Лучше всех знаешь, что это ранит кого-то еще сильнее Тебе надо было отбросить жалость с самого начала И если ты собирался сделать это вообще Если ты собирался убить их позже, значит ты скрывал свои чувства с самого начала Потому что если ты заботишься о чьих-то чувствах, то вы будете страдать вместе Когда мы были в Мирдара Джимми, Минг жил, чтобы умереть Поэтому он не позволял никому стать для него важным Но после этого он провел много времени с ребятами из Крача Люди стали понимать его истинную натуру И со временем я понял его Это было после того, как все закончилось Но его план уже был приведен в движение Поэтому у него не было никакого намерения менять его Я больше не боюсь, Минка Я уже добился того, что попал сюда Поэтому собираюсь отстаивать то, что я сказал Ты любишь разговаривать, не так ли? Тут очень много разговора Они разговаривают, это благодаря тебе Типа сложные взаимоотношения, все такое Минка от его взгляда и снова замолчал Я ждал, что он скажет дальше, глядя Я понял, что я жив, но попытался убить себя, чтобы отправиться к богам Но остановился, я подумал, что была причина, по которой я остался жив И все еще не знаю ответа на это Это аоба Это аоба Моя судьба изменилась после того, как я был освобожден от прошлого убийства С помощью твоего скрапа, а твоя сила излечила меня Хотя я не думал ни о чем, кроме смерти И был направлен невообразимым путем Жизнь и смерть священны, они равноценны одной судьбе Смерть это кратчайший путь для того, чтобы твоя душа встретилась с богами Вот во что увидела моя семья Поэтому я не собирался отворачиваться от своей силы Я попытался осознавать слова Минка в своей голове Глубоко вздохнул Моя сила скрапа Уничтожить Уничтожить, уничтожить Уничтожить все Если я буду неправильно использовать свою силу Я могу с легкостью разрушить чье-то сознание И чем больше я использую свою силу Тем больше и больше становится мое желание разрушать Эти импульсы становятся сильнее, пока они станут неконтролируемыми Если честно, в ней есть что-то такое и более опасное Я понял, что она часть меня И понял, что могу использовать ее, чтобы помогать людям Но я не могу сказать, что она определенно хорошая вещь Сила это не зло и не добро Его золотые глаза глядели на меня в слабо освещенной комнате Это истина для всякого рода силы Сила становиться злом и добром от того, как ее использовать Одним словом Ты уничтожил смерть во мне Поэтому я сейчас здесь Молча смотря на него, я отвел взгляд То, что моя сила изменила судьбу Минка, это правда Это значит, что для меня есть смысл в том, что я имею эту силу Хорошо это или плохо Я сам не могу ответить на этот вопрос Конечно, если я снова использую ее, я буду контролировать ее Но если я смогу избежать того, чтобы использовать ее, я лучше сделаю это Моя сила может дать жизнь, забрать ее Я смотрел вниз на свои колени, сжал руки в кулаки, прежде чем услышать этот звук Что-то теплое только что коснулось моей щеки Опа Я рефлекторно понял взгляд и внезапно перестал дышать Опа Господи, у него тут такое лицо, как будто бы ему 5 лет Что за рисовка? Посмотрите на это лицо Что это такое? Что это за ушки маленькие? Что это такое? Минк перегнулся через стол, его рука была протянута ко мне Его взгляд был нежным и... Но он отвел руку, не говоря ничего Тепло его руки медленно исчезло с моей кожи Минк отвернулся, устал соскузь занавески в окно Солнце садится, я отведу тебя назад И мне мгновенно стало плохо Его слова словно холодным ножом пронзили мою грудь Ты потеряешься здесь, к тому же здесь сложно передвигаться Если ты не поспешишь, ты не сможешь вернуться Обстоятельный тон Минка сделал только хуже Больно, когда он говорит так, словно совершенно ничего такого не происходит Пока я растерялся в свои слова, Минк отвернулся от окна, посмотрел на меня Что? Не способный ответить на простой вопрос Я молча смотрел на него и начал злиться Он делает это нарочно снова Он всегда говорит такие вещи Но почему? Потому что он не хочет подпускать меня ближе к себе Он пытается оттолкнуть меня Он делает это специально, зная, что я чувствовал, когда искал его так долго Теперь я действительно взбешен Я посмотрел на него У меня есть еще один вопрос Что? Если сегодня вернусь, я увижу тебя снова, так? Я смотрел ему в глаза, задавая этот вопрос Минк не отвел взгляд Он молча отрицая Отрицал, что ли, что-то такое Так я и думал Я встал со стула и продолжаю смотреть на него Тогда я не вернусь Разве ты не знаешь единственную причину, по которой я сюда пришел Ты должен знать о моих чувствах Если ты не пообещаешь, что мы встретимся снова, я не вернусь Сказал я твердым тоном А Минк посмотрел на меня с пугающим выражением лица И он задохнул Хватит вести себя, как ребенок Ты действительно веришь в такое... Что-то такое, как обещание? С моим ровным тоном и каменным лицом он послал холодок по моей спине Но я не желал двигаться Минк так сказал, но он против моей решимости Но он против моей решимости, которая сформировалась у меня, когда я пришел сюда Раньше все было по-другому, в этот раз я не собираюсь сдаваться так легко Я смотрел его золотые глаза, пытаясь пересилить его Верю, я пришел сюда, потому что я верю в тебя Если ты скажешь, что мы встретимся снова, обещай мне Здесь и сейчас Словно пара животных, мы пытались перебороть друг друга пугающими взглядами Минк моргнул первым Полагаю, ты не уйдешь Минк... Минк повернулся ко мне спиной, подошел к двери, а потом оглянулся через плечо Делай, что хочешь, если хочешь остаться... Вперед! Если хочешь уйти, возвращайся домой Звук его шагов отдалился, оставив меня стоять там От того, что я ярость сжимал кулаки, у меня почти пересочилась кровь А оба И тут, друзья, все Мы как бы все На этом мы заканчиваем У нас практически 40 минут, наверное, вышло, да? И это было неплохо С вами был Блудлинус И у нас как бы перевод только вот на вот этот момент Но скоро выйдет, блин, не то нажал Но скоро выйдет, друзья, продолжение Господи Так что не переживайте, короче, все будет С вами был Блудлинус Хорошего настроения И пишите игрушки, если каких-то хотите Ждем, что будет происходить дальше А потом уже пойдет и Рен, и Клиа Там самое интересное начнется Так что я думаю, вам будет интересно Пока, до встречи